Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня у нас с вами, как всегда, мукбанка. И сегодня у нас на повестке дня пюре. Запеканка, можно даже так сказать, с мясными шариками. Очень вкусное блюдо. Еще плюс здесь сыр плавленый. Твердый, да, его правильно называют. Прям все такое горячее. Я почти половину себе наложила на тарелку. И будем кушать, потому что я конкретно проголодалась. Так, начнем. Как это вкусно! Рецепт я оставлю вам в инфобоксе. Обязательно приготовьте, потому что все, что требуется для этого блюда, обязательно есть у вас в холодильнике. Максимально простое блюдо. Но при этом очень вкусное. Я знаю, что вы любите, когда рецепты на Айкуке. В данном случае тоже. Рецепти, как всегда, на Айкуке. На улице стакать. Плохая погода. Такое вот ощущение, как будто небо плачет. Вот реально. Столько погибших. И это не просто цифры. Я не буду все видео говорить про коронавирус. Просто потому, что эта тема уже, наверное, всем уже надоела. Просто... Помню, вчера, вот буквально недавно смотрела интервью Карины Кросс. Кто знает ее, ставим лайк. Мне она нравится. Так вот, она говорила, что, мне кажется, это все происходит из-за того, что многие люди всегда жалуются на жизнь. Они говорят, вот, все плохо, все хреново. И она сказала в интервью, что мне кажется, что таким образом Бог хочет показать, что, вот, оказывается, раньше было хорошо. Сейчас стало плохо. Когда люди очень долго живут в хорошей атмосфере, все у них офигенно. Они начинают это не ценить. К сожалению, действительно так происходит. Из завтрашнего дня у нас в Азербайджане введен комендантский час. То есть, чтобы выйти на улицу, вам нужно отправить смс и получить разрешение на это. Без разницы, куда вы идете. Немножко, знаете, даже смешно. Такое ощущение, что вот в детстве мы спрашивали у мамы, мам, можно я пойду погулять? И она такая давала добро, да, иди. После этого мы шли гулять. Вот здесь тоже приблизительно то же самое. Ммм, как же вкусно. Вот этот сыр, он настолько в тему, он прям, как никогда кстати. Что касается, ребята, закрытых комментариев. Иногда мне пишут, что почему у тебя под некоторыми видео не закрыты комментарии. Не везде. Но кое-где действительно я сама закрываю. Есть пару видео, где не я закрыла, а YouTube закрыл. Я бы хотела объяснить. Вот. Я заметила, что в комментариях часто бывает такое, что люди обижаются на то, что я не отвечаю, либо не ставлю лайк под их комментарием. И чтобы комментариев было чуть меньше, я успела уделить время всем и под каждым комментарием поставить лайк или ответить просто. Я решила открытые комментарии сделать через видео. А иногда бывает, что какой-то плохой комментарий вот прям мне испортил настроение прям на целый день. Честно, несмотря на то, что позитивных комментариев во много-много раз больше, чем негатива, один негатив может меня настолько за душу тронуть. Что-то личное вот такое, особенно когда, не знаю, про маму что-то пишут, про брата. Что-то непроверенную информацию обливают меня грязью, а люди могут верить этому. Что типа мои родители развелись, типа папы так и не приходят, никогда не приезжают. То есть то, что я это все это вру. Вот. Типа они знают лично мою семью. Подобные комментарии, честно, меня очень обижают. И я как бы стараюсь с этим бороться. Я блокирую таких людей, которые просто несут, вносят в общество вранье. Вот. Поэтому, чтобы я могла нормально общаться с моими любимыми подписчиками, на какие-то вопросы отвечать. Если человек, например, задал вопрос, я даже не успеваю лайк поставить. Поэтому я стараюсь через видео закрывать комментарии. А потом, где открыты комментарии, там уже всем отвечать, общаться. Мне кажется, если не уделять подписчикам должного внимания, они просто перестанут писать комментарии. Например, я, когда я вижу, что блогер вообще даже лайк не ставит на комментарии, мне даже не хочется ничего писать. Потому что я думаю, что это как бы как об стенку у орох. То есть я сама с собой общаюсь. Как же вкусно, ребята. Вот эти мясные шарики в томатном соусе, снизу пюрешечка и еще сверху плавленый сыр. Очень вкусно, очень. Тут еще в этих шариках есть булгур, который я очень люблю. Поэтому вот и закрытые комментарии. Надеюсь, что вы не обижаетесь. Наоборот, я буду больше внимания вам уделять, участвовать в каких-то переписках. Например, внизу под видео комментарии кто-то написал. Другой человек ответил. Потом третий еще ответил. Там прям переписка. А у меня даже времени нету ответить. Не знаю, тоже порассуждать вместе с вами. Это когда я про Оксану Самойлову рассказывала. То есть свое мнение выражала. Там столько комментариев было интересных реально по теме. Люди высказывали свое мнение вообще. Кто-то писал про сглаз. Что их сглазили. Вот как вам интересно то, что я говорю в видео. Мне также интересно, что вы пишете внизу. Но, к сожалению, не получается. Всегда ответить, всегда пообщаться. Мне кажется, если я буду игнорировать комментарии, просто ничего не отвечать, никак не реагировать. Подписчики просто перестанут писать комментарии. Как меня раздражают вот эти вот волосы здесь. Что бы с ними сделать такое? Обычно я как волосы собираю. Я беру лак. И все это фиксирую лаком. Но что-то мне в последнее время все говорят, у тебя как будто голова зализанная, грязная. Она выглядит со стороны. Поэтому я решила уже в последнее время лаком не пользоваться. А вот как только я лаком не пользуюсь, у меня вот так. Вот я одуванчик просто. Вот так. Как же это вкусно, ребята. Обязательно просто приготовьте, и вы мне скажете спасибо. Сейчас доставки пиццы, доставки роллов. К большому сожалению, не работают. Но я думаю, что это только к лучшему. Мне нравится, как действует наш президент. Он молодец, я считаю. То есть это не просто какое-то, знаете, подхалимство. Я реально считаю, что он молодец. Когда мне что-то не нравится, я об этом говорю. У нас мало зараженных, но несмотря на это, 400, что ли, человек, это по всему Азербайджану. И все равно комендантский час, такие, знаете, жесткие меры. И я считаю, что это правильно. Пока вирус не распространился, пока это все намного труднее наладить, он уже предпринимает правильные меры. Я сижу дома. Только вот мама говорит, что на тебя, говорит, продуктов не напасешься. Я хочу в день по два мукбанка снимать. Я думаю, но все равно свободного времени очень много. Можно даже снять и оставить, например, на неделю вперед или на месяц вперед. Но мне кажется, это не очень актуально она будет потом снимать подобное видео, потом выкладывать. Потому что, например, вчера я выложила видео с роллами. Это видео было снято прямо буквально через час после того, как мы сняли видео с Айсель. Там остались роллы. Мама еще там сверху наггетсы приготовила. Куриные. И уже ту информацию, которую я несу в этом видео, мне уже не нравится. А еще у меня три видео, которые я просто сегодня думаю удалить. потому что они ужасные. Они отвратительные. Вот у меня в последнее время часто такое бывает. Я снимаю, потом я смотрю, и я думаю, какой ужас. Айка! Кто это будет смотреть? Вот так вот. Вы просто посмотрите на эти мясные шарики. Сыр какой. Еще, кстати, одна из моих подписчиц, она мне написала целое такое огромное сообщение. Насте, тебе огромный привет. Настя Гаврилова. Мы там переписывались с ней в инстаграме. Часто бывает, что я с подписчиками переписываюсь. И она просила обсудить тему, как я отношусь к тому, что мужчина живет у женщины. Я отношусь крайне негативно, хотя, может быть, многие меня осудят. Я считаю, что мужчина должен везти свою даму на свою территорию. То есть он берет ее замуж. То есть к себе. Даже если у меня будет трехкомнатная квартира, я бы не хотела, чтобы мой муж жил у меня. Во-первых, у нас по кавказским традициям такого нет. То есть как-то очень редко, во-первых, такое бывает. Во-вторых, как-то к этому относятся не очень. И честно. Я тоже, в принципе, к этому отношусь не очень. Я считаю, что мужчина не должен быть беднее девушки. Может, это как-то меркантильно звучит. Но я считаю, что в таком случае женщина не будет так вот уважать мужчину. Он должен зарабатывать больше. Или если даже он не зарабатывает на данный момент больше, у него родители должны быть более обеспечены, чем девушка. Когда все происходит наоборот, девушка становится лидером в отношениях. А это, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Я считаю, что я все-таки за равный брак. То есть когда девушка, например, из деревни, к примеру, я просто говорю, да, а парень сын депутата, я считаю, что это неправильно. И в конце концов такой брак ни к чему хорошему не приведет. То же самое, например, я. В одно время был парень, которому я нравлюсь в университетские годы. И он был из очень обеспеченной семьи. И я поняла, что такой мне не подходит. Просто потому, что им по статусу я не подхожу. Я считаю, что плюс-минус пара должна быть приблизительно одинакового материального состояния. Чуть богаче может быть парень. но не наоборот. Как же быстро закончилось. Честно, я прям добавки хочу. Посмотрите на освещение. Вот даже вы чувствуете, что освещение очень слабое, потому что сегодня день такой туманный. Так, ребят, моя фирменная вкуснотища. Я просто хочу с мамкой пойти в супермаркет и накупить просто все на неделю, чтобы потом уже опять целую неделю не выходить из дома. Так что обязательно подписывайтесь. Ссылка в инфобоксе. А с вами была Эка Эмили. Всем пока!